Что ж, друзья, вот мы снова с вами на канале Твой Игровой Денис Филипп. Игра Rivet Wars Eastern Front. Мы, как и обещали, покажем вам более продвинутый сценарий. Не сценарий, а даже больший набор войс. Да, мы покажем вам, что вообще бывает в этой игре. И то это малая часть. Будем играть с вот этим дополнением. С дополнением Rivet Wars Spearhead. И War Room. Rivet Wars War Room. Это новые войска, которые и той, и другой стороне добавляют типы войск. Собачки тут добавляются, такие вот бульдоги. Да. У меня овчарки будут у немцев. Короче, много всего сейчас увидите. Надеюсь, что будет поинтереснее. Да, тут всего три точки. В этом сценарии нам приходит всего четыре команд-поинта. Четыре, ну, очка. И, но, две заклепки. То есть тут будет более спирт. Более такие войска помощнее, короче, будут. Помощнее будут, да. Ну и более осознанно нужно будет подходить к их выбору. Глаза, если честно, просто разбегаются. Да. У нас четыре бункера. Три стратегических точки. Условия все те же. Набрать 10 победных очков. Зона высадки у нас вот. Вот эти шесть клеток. А, тогда сюда можно и пушку поставить. Смотри, раз, два, три. Она будет бить сюда. Шесть клеток вот этих. И вот так. И вот этих. То есть с той, с другой стороны. Каждая. Да, по шесть клеток. О, тогда смотри, пушку можно сюда вставить. Она раз, два, три, она бьет по этой точке. Дальность. У меня разные пушки по-разному. Да. Разные пушки по-разному. Поехали, да. Да. Поехали. Дай мне две секрет мишен. Итак, у нас всего четыре очка. Четыре очка. Я что хотел на четыре очка? Ну, пока мне, в принципе, не надо. Пока тупо. Берем двух пацанов. Берем четыре обычных пацана. А, подожди, а мой вот этот. О, у меня есть. А где который у меня он их спамнит? Вот этот. Террорного. Вот, замечательно. Мы возьмем одного чувака за один. И поставим его вот сюда. Обычный Райфлмен, да? Обычный Райфлмен, Райфлмен. Кстати, начислить тебе снова два. Да, две шестереночки. Убери одну. Я хочу... Потратил. Потратил. Да, я хочу призвать террорного. Это такой парень с пулеметиком. Он стоит три и одну. То есть, вот все, что у меня осталось. Но одна у меня еще есть. У него вторая броня. Вторая дальность на один. Два-два по этим. Две атаки делает. У него есть такое... Реинфорсмент. Реинфорсмент. Подкрепление. Подкрепление. В качестве экшена. Это вместо стрельбы. Он может поместить одного Райфлмена на свой квадрат. Его мы поставим вот сюда. Но эти Райфлмены в призыв не могут атаковать сами, да? Да, и вот этот Райфлмен, который не может быть активирован в этом раунде. Короче, не типа как болезнь призыва. Да, активировать его нельзя. Он это делает, то есть они, грубо говоря, я призвал, а походить он уже не сможет. Ну они пока там отряхиваются до земления, очухиваются. Так, это ты потратил на него три. Три и один на него. А, всё, погнали. Погнали, у меня тут всё замечательно. Поэтому вот этот своим экшеном, вместо того, чтобы стрелять, он призвал Райфлмена. Вот сюда. Всё, на этом Комбат фаза закончилась. Теперь Мувмин фаза. Он сам пошёл на два. Ух ты какой молодец. Пришёл на два, этот пошёл на один. Всё, этот не может. Всё, походил, да? Так, беру два экшенс. Ой, почему два? Один. Один, да. Две миссии. Так, ага, ага. Хорошо, с этим понятно. С этим понятно. О, тут сложная будет цель. Очень сложная. Смотри, он герой. За его уничтожение получишь отчёт. Вот этот? Вот этот, да. Там с пулеметом бежит. Угу. Так. Четыре, да, говоришь, у нас? Дипломет поинта. Четыре, да. И две шестерни. Две. Две. Шестерни две приходят. Фу, не шестерни, заклёпки. Угу, угу. Это надо три, да. Ну, давай мы, короче, сейчас вызовем пока что Ангрифа. Хандефюхрер, Хандефюхрер, Хандефюхрер. Это чувак, он Хендер. Он может призывать вместе с собой пёсика за действие. То есть вместо своей атаки, если пёсика нету на поле, он погиб там или его просто ещё не призвали, он его может призывать. Так, этого чувачка мы помещаем... Ну, если есть, то нельзя, да? Да, если есть. То есть грубо говоря, с ним может только один пёсик. Да, если при нём собака уже есть, то он ещё одну не вызывает. Угу. Так. Ну, а если она погибнет, то он может вместо своей атаки сделать ещё одну. Да. Бобик, ко мне. Так, 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 так. Ну, давай мы, наверное, вот сюда его призовём. Это три очка. Да. И ещё одно у меня остаётся. Это два стоит, два, 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 два. Только вот эти. Давай-ка мы основу для пушки заложим. Смотри, тебе нужно её ставить сразу. А, сразу. Да. Понял. Окей. Потом доставить не сможешь. Рейдера тогда вот. Тренчрейдер за одно очко призыва. Поставим его... Так, где ты у меня? Вот это он, да? С петухом на голове. Поставим его... Это противопехотный... Противопехотный юнит. Он может бегать по окопам на плюс один. То есть, если активируется, да. У него четыре просто по пехоте. Да. Но на близ... На близней дистанции. Да, и так далее. Сколько, кстати, у этого? Что у него? У него две жизни... Нет, дальность, дальность. Дальность два. Слушай, меня убьют его быстрее, чем он что-либо сделает. Ну, возьми обычного. Так, а есть пехота, которая быстро бегает, да? Сейчас быстренько сейчас... За единичку, наверное, нету ничего. За единичку у тебя вот этот тип с дробовиком и с вот этим. Ладно, становись вот сюда, короче. Ты можешь вот сюда поставить. Ты же не забывал вот эти шесть квадрата. Да. Ты можешь перепевелить. Шесть, то есть вот так я могу? Нет. А, вот так он будет, да? Да. С той же самой стороны там же. Да, вот так вот они поставились. Вот так. Все, на этом... Закончилась мой деплой и мы... Шестеренок ты не потратил, да? Не потратил, да. Комба-то у меня нет. У меня есть другой план. То есть, ну, короче, я никого не атакую. Призываю собачку. Да, давай. Призывается она в ту же... в то же поле, что и хендер. Тот же квадрат. Тот же квадрат, да. Собачка что умеет? Ну, на самом деле, такой довольно обычный юнит. Она быстро бегает. Ну, на два. Грызет пехоту двойка. Двумя кубами против пехоты. Против брони два. Ну, не пехоты, а первой брони два у нее. Против второй брони один. То есть, она может даже какую-то моторизированную пехоту там загрызть. Если повезет. Все, поэтому у нас движение. Смотри, собака, она может отделяться от него бегать. Но, опять же, он призвать все равно не сможет, пока она жива. Ну, да. Пока я его пять и две... Так, погнали. Тренчрейдер пошел на один. Этот пошел тоже на один. Да, все, что не на один ходят. Ты откладывай карточки где-нибудь. Какие у тебя вызваны? Да, кстати. Надо, надо, надо. Вот так вот. Типа. Вот сюда. Вот этот у меня вызван. Вот этот. И... Вот этот. Да. А, только не вызван. Так. Ты... Все, короче, у меня кроме собаки все бегают на один. Давай сюда и собака пойдет. Раз, два. Собака может занимать, да? Она пехота? Смотри. Собака. Да. Пехота. Собака может точку занять. Одна. Сама по себе. Ну, все. Давай. Так. Мой диплой. Угу. 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 У меня четыре очка и две шестереночки на числе. Теперь у меня их три. Угу. Три шестереночки. О, экшн возьмем. Обязательно. Надо же посмотреть, что там. О, тоже хорошо. А, четыре, да? Четыре. Три шестереночки. Хорошо. Так. Нам нужна пехота. Это все фигня. Пехота. Большие пехоты. Четыре. Ладно. Шестереночки. А хотя давай знаешь, как мы сделаем. Я играю плюс один deployment point. У тебя пять. У меня пять. Сейчас пять. Угу. 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 Я беру пушку вместе с базой. Угу. Это три. Угу. Что делает пушка? Она не двигается. У нее вторая броня две жизни. Статичная, да. Да. Ну и в принципе. А там... Атака у нее на рейнже три. Три. Третья дальность. Обалдеть. Один, два, три. Вот так она будет. Неприятная штука. Такая. Да. И... Давай вот сюда мы ее положим. Так я знаю. Вот так поставим. И поставим ее вот сюда. Бах. Это я потратил три. У меня еще осталось два. Два нам нужна артиллерия. Вот сюда возьмем артиллерию. То есть и сюда она простреливает? Да. И сюда. Да. Вот так она мочит. Я ее специально туда и поставил. Вот мерзкая тварь. Ну пошел. Поставим еще... Кстати. Я же могу ее поставить вот сюда, например. Чтобы она ее последняя. Угу. И... Поставлю вот сюда еще пушечку. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Она еще даже по собаке вдарит. Хочешь прям держать эту точку, да? Ну... Да. Пока так. Мммг... Эээээээээээ... Диплоймент есть. Теперь Combat Face. В Combat Face вот этот чувак экшена вызывает еще одного парня. Этот теперь не ходит. Ээээээ ... Ээээээээээээээээээээээээ... У нее 2 куба Собаки первая, естественно, броня Нет, повезло Хорошо Живи, Бобик Все, комбат фаза закончилась Вот эта не стреляет никуда Теперь ходим Соответственно Пушечку Да, подвинем, почему бы и нет Подвинем пушечку Ты смелый какой Вот этот не ходит Поэтому Вот этого пацана сюда Вот этого пацана сюда Вот этот пацан идет к цели Вражеская территория Это сколько гексов? Тут, смотри, нарисовано должно быть Вот красная Это твоя территория, моя зеленая То есть 3 гекса от края Да, вот это все Ты хочешь пехоту туда прийти? Нет, просто спрашивай Сейчас я тебе все военные тайны рассказал Так, этот пришел Этот не может ходить Этот подвигался Подвигалась Подвигалась Все, теперь Окончание это Мне одно победное очко За вот эту Пиперочку А, ты захватить ее умудрился Ну я пришел Он на 2 ходит Он может Ну сейчас мы его разберем Так, хорошо, у меня еще 2 Беру экшен Ммм, как хорошо Только не говоришь, что в газах Хана тебе Нет, там не газы Сколько у этого броня, еще раз напомни, пожалуйста Один? Вторая броня Вторая Ай-яй-яй Он герой Хрен он моржовый Так, давайте выставляться, наверное Пора нам выставляться Мы выставим штурмпанцер Это сразу все очки Слушай, а я выходит Не могу его с генералом Вообще, в принципе, выставить, да? Четыре у нас Деплоймент Да Эх Только вот как у него есть Ну ладно Жалко, конечно Я поэтому вот эти большие танки И не стал Там есть еще дополнительно Большие танки Он сам по себе 6 стоит Ммм, то есть его вообще В эту миссию не выставишь Никак вообще, да Я в этом и не стал Может быть стоит тогда Подумай Сколько у него атака Потому что у него по пехоте Вообще плохая атака Кстати, нафиг Ну да, Тише Тебе сейчас по пехоте не надо Давай мы тогда Наших любимых Моно Вилл Ну, то моноколесник Два Блин Они же по два стоят Шестеренки Копятся Копятся Ладно Заклепки Заклепки Ну, неважно Мы их будем шестеренки называть Короче Вот сюда Ты можешь ближе поставить На один А, да Вот так Вот так Да, я все Забываю, что они вот так стоят Да Да Слышь, хорош Выставили Сейчас я что-нибудь Дриплой Нам, короче Наглево Теперь смотри Комбат пошел Комбат Собака Пытается грызть Вот этот чувак Сколько у него здоровья, кстати? Два Два А что не три? Ну, только два Минусов нету никаких, да? Никаких там нету? Ничего Два куба кидай Че ты Один Один против второй брони Один Ну давай Грызи Зараза это только фашисты не поступаем они кстати не фашисты это просто немцы да это даже не немцы, это выдуманная фракция они похожи на немцы они вообще не немцы короче что все? я в атаку больше ничего не делал подожди этого дальность 1 нет у этого 1 и у Хендлера тоже к сожалению 1 у Хендлера 1 это печально это печально пушка, пушка сейчас накроет моноколесо может подвигаться на 2 моноколесо может подвигаться на 2 если она хочет при этом атаковать тогда нет нет смысла поэтому у нас фаза движения в фазу движения собачка у нас побежит на 2 это будет вот так хорош занял позицию этот подойдет вот сюда на 1 убивать твою собаку и этот подойдет Хендлер сюда вот так блин этот до него достреливает да, Ральфу Лорайфу? и этот раз, два, три у него три рейндж на два, два, два ну да, хорошо тогда так, стой этот с дробашом подкрался к этому собака заняла поинт ну да, скорее всего это смертник ну что ж поделать так у него уже первая броня? я надеюсь первая, да первая да, первая у всех первая они все такие слабачки так и вот эти товарищи поехали давай раз, два, три кри драндулетки свои моноуилл не надо вот это вот так, мы теперь все мы теперь все одно очко собачка захватила да, и надо флажок воткнуть да тыкай флажок тебе эту собачку так, тебе кстати один не начислили вот, надо было начислить и себе один согласен все, едем дальше поехали, мой ход экшен возьми да, давай ой, какая халява, слушай ну давай дай мне две шестеренки у меня пять теперь сыграю карточку давай improved assembly продвинутая сборочная линия поставьте одну дополнительную кавалерию за бесплатно держи у нас есть general jpass который ты хера стоит но он кавалерия я ж могу так сделать, правильно? ну да или additional это типа, короче тот же самый юнит но еще один нет, это дополнительную кавалерию ты выставляешь мне кажется нет просто дополнительную кавалерию блин, ну это конечно драндулярка имба мы сюда его поставим просто за бесплатно вот такого вот чувака вывел не писано, да офигеть, зацените просто на него, посмотрите какой он страшный у него третья броня весь в броне он на мехе на шагателе на каком-то у него даш у него танк-шок по два первые три брони вот здесь, да, ты его? да, вот тут его поставил понятно для чего ну да, там надо убивать у него, правда, дальность два всего то есть он сейчас не сможет я не вижу у себя, кстати, таких вот прям мощных юнитов что-то да, этот чувак на броневичке да он фигня две атаки он делает что? две атаки решают и теперь у меня еще четыре и шестереночки четыре и шестереночки о, пора моего может еще и меха призвать чтобы у тебя совсем все оторвалось не, надо вот то убивать мне вот то бесит четыре это два о, два моих любимых друдулета они пойдут вот сюда да, шестереночки оставим пусть купится а, control, strategy, objective одну очко да сыграл сейчас надо было раньше что взять еще давай ну, неважно да бери ну, ты что выполнял в предыдущем карту возьми себе что-то давай оу пока только нет такого так, так, так все, теперь а, да, все призвал комбо фаза а в комбо фазу вот этот чувак призываем рейху рейху мая рейху мая рейху мая рейху мая так, ты будешь вот этих да, первых вперед поставить да, про атаку мы не рассказали, конечно в прошлом видео да, сейчас ну давай, при атаке да, при атаке расскажем расскажем давай опять забудем опять забудем этот не может быть активирован теперь комбо фаза погнали здесь у меня вот этот не может по ним стрелять он только по первой броне да, у них броня 2 у него вторая вот эта пушечка хочет сделать пыщ-пыщ вот сюда по это же первая броня 2 куба убил есть но мы играем back in the fight играйте когда пехота или кавалерия убита мы выставляем ее просто на deployment zone а сколько он стоит 1? 1 а смысл? лучше б ты вот на этот сохранил когда я того убью кавалер тоже кавалер ну ладно ему долго идти а хотя а сколько, подожди к правду сколько он стоит смысл его уберечь ладно сдохни смотри, просто как хочешь мне как бы да, надо более дорогих на самом деле более дорогую пехоту да или на дорогих героя нет шлёпнули а героя нельзя я думаю там написано что написано play when unit is killed то есть его все-таки убили ну для того чтобы redeploy а если этого убили у него теплоя второго быть не может да на этих оно не распространяется согласен тогда вот это отстрелялось вот этот пацан он достает у него 2 хочет бить сюда да у него аж 3 куба по пехоте шла у него прикольная же эта перчатка такая да ну это для тренировки собак да прости бобик но кажется твоего хозяина убили да убили хозяина бобика и теперь мувмент самое веселое месть вот этот зашел сюда этот идет вперед пушка пусть остается это остается блин вот там а вот хлоп вот вот этот чувак блин у меня пехоты нету ай-яй-яй тебе пора уже танк вызывать и вот это вот убивать да какой танк я сейчас не смогу забрать у тебя без пехоты ну ты хотя бы ну да понимаешь загвоздка в чем вот видишь в первой миссии я не ставил ставку на пехоту короче и посарал пехоты еще долго добираться до этих точек да вот в чем проблема а райфлменом хорошо он там засядет и по пехоте будет очень хорошо отстреливаться вот этих райфлменов я не знаю как буду разбирать вообще ну вон ту отбивай на дальнобойной забей вообще на эту точку придется вот там разбирай ну да а вот этот чувак ну сколько у него ходьба ходьба два ну что давай драться хм ну уж не слабаки какие ну кстати у него третья броня да я не могу этими вилами его мочить вообще вот так хотя вот сюда пусть еду угу они с ним два могут раз два да ну так ближе давай начнутся на пехоту ну вообще правильно сделал все уходи и у меня вон там захватил захватил или два очка тебя раз два ну еще до победы далеко слушай а сейчас только захватил вот это понимаешь все фишка в том что вот этот герой был раненый вот это а ну этого хрен убьешь у меня просто еще героя которых ты можешь оооо хорошо ооо нет не очень хорошо ну ладно будем пытаться так диплой что у меня по пехоте у меня есть хорошая вот эта вот девчонка пехотинец быстро бегает дора мы наверное ее призовем так во первых две шестеренки у меня сейчас шесть ну заклепки давай призовем вот эту подругу на роликах где ты тут где то я тебя видел вон вот да с хвостиком в чем ее особенность спрингборд плюс один спешл это говорит о том что любой короче любая единица которая заканчивает свое движение в ее клетке может подвигаться на следующую клетку то есть она как бы их так проталкивает ну все это кайфово да для того чтобы да 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 сама по себе она две атаки делает лучше всего атакует пехоту и может атаковать вторую броню давай значит мы ее выставим вот сюда это 2 и 1 то есть 5 у меня осталось шестеренок и 2 диплоймент поинта и на 2 диплоймент поинта надо что то делать всего вот с этого вот бери бери вот эти противотанковых вот оттуда придется там вот главное райфлмена вот этого убрать ну вот ей и убьешь она сколько у нее дальность 1 не я этими колесами райфлмена попробую ну или колесами да так давай тогда их выставим тоже вот сюда ну да ее на 1 двигаешь и они дальше пошли да ну сперва у нас будет комбат погнали ну кстати норм я потом с ним нифига не сделаю да давай значит пробуем убить райфлмена колесами ну первое колесо поехали первое колесо два два насколько я тоже два кубика давай есть ушатали минус райфлмен так и вторые колеса атакуют вот эту да вторую броню да вторая броня вторая броня ну давай да и и поскольку у него цепная атака я еще раз атакую атакую второго пожалуйста что делать не зашло ну ничего нормально нормально разобрали уже попроще да там еще эти панцерфаустники так все эти отстрелялись собака и эти все не могут атаковать пока далеко поэтому движение собачка зря вот эту пушку гав гав она теперь тут нафиг не ну подожди поскольку ты ее тут поставил я сюда и не иду ну да если бы здесь не было пушки я бы мог здесь зарамсить но нафиг надо смотри собачка делает раз два у нее двое движение эй слышишь и мы играем лирой дженкинс ааа надо завести пехоту во вражескую территорию вражеская территория это вот эти три от твоей стороны поля я получаю два очка раз два но все равно еще тебя не догоняю пока ну подожди 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 дожди дожди так сейчас тут движение давай значит у нас девчонка на роликах катится на два а вот сколько дальность кого вот у этого товарища сейчас скажу два два то есть раз два и вот здесь он тоже будет атаковать да я бы ее поставлю бы сюда мациклет по пехоте не очень стреляет или он как раз против пехоте единичка но две атаки тоже тоже дальность 2 и 2 ну давай короче ты тогда встанешь вот сюда встанешь вот сюда вот эти пацаны пошли закончили движение вот здесь поэтому пришли вот сюда да все равно не хватает ну да ты их и так продвинуть там есть еще чуть не сделаю там они захватят стоят на месте всего я знаю артиллерию еще и пусть она их там кроет пусть я все давай ходи одно победное очко догнал 44 и цель беру в конце хода правильно в начале следующего все давай я взял один action тут цель просто попалась просто ну не зашла нельзя скидывать плохо прикольно прикольно но пока не могу так такая тема так 4 и 2 шестеренки этого у меня 7 этих заклепок куда их девать ну кстати дачу давай ка вызывать крутых пацанов хочу чуть-чуть сидеть конечно на пути ровно делать ниже у меня тут а надо кстати этих до вызывать снайперов там вот я могу дар эту бабу 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 бабушку взять а и как раз эту да точно этого ролика минул снесу и так вызываем вот эту такую штучку одну заклепку бери пожалуйста у меня а тебе еще надо 2 начислить я начислил 6 6 у меня и и два очка я потратил что она может маленькая эдвина брасселдан лейтенант не маленькая лейтенант лейтенант эдвина браслдан 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 туннельщик у нее вторая броня атака в основном против это она туннельщик она против 3 брони хороша особенно да на всяких вот этих танков ух ё ну короче суть в чем в начале в своей диплоймент фазе этот юнит может закопаться убери уберите этот юнит из игры в следующий диплоймент фазе я выбираю точку как с тем парашютистом выбираю точку достаю карточку смотрю куда сдвинулась там она появляется выкапывается выкапывается да то есть сейчас я вызову и в эту же диплоймент фазу я могу ее здесь юнит атакует сразу она как выкапывает смотри и вся ее ячейка она вместе со всеми атакует нет она посмотри юнита и вся ее это может она закапывается вместе с товарищами да понятно вместе с пацанами вот переносить куда-нибудь резко там да 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 переносить резко пацанов поэтому ну поставим ее пока здесь что мне пока кажется что у тебя сильнее юнит и не знаю почему не знаю прошлый я против тебя ничего не мог сделать и и еще два очка два очка нужно делать что-то мне артиллерия против пехоты ну возьмем еще дрынчик пусть стоит там отдыхает выкопалась ты зачем ее вызывал все уже вызвал комбат фаза здесь у меня ничего не стреляет о собачечка иди ко мне хана собаки раз два три вот это может стрелять и вот это по ней может стрелять давай с пушечки пушечка по собаке кинет всего один кубик но так как она там сидит только шестерочка она сидит в бункере дает плюс один поэтому не на 5 6 она только на шестерочке нет она сама в себя попала собака тебе там жопу показывает теперь артиллерия артиллерия кидает уже два кубика но тоже на шестерочки нет закопалась собака там тоже артиллерия ну ладно теперь вот это еще бьет сюда у него две атаки две атаки по два куба первый пошел вторая броня нет и 2 туда же по поводу атаки как вообще распределяются самое время до самое время рассказать по поводу так грубо говоря вот здесь у нас есть шаблон такой он прикладывается со стороны атаки и первым будет атаковаться кто находится на этой клетке потом на этой потом на этой потом на этой атака вначале идет в первую клетку до сих пор пока она не будет уничтожить первый ряд по направлению взгляда атаки то есть атакуются сначала юнит вот на этой клетке до тех пор пока не умрет если он умер то атакуются второй вот этот нет вот смотри есть у меня того и творите 4 у меня атакует вот это он смотрится это до 1 2 3 4 да вот так как начала вот этого атакуют потом этого да вот первый первый промахнулся у него еще 2 так она идет туда же тот стоит танку этого я не могу им атаковать одного сняла минус 1 теперь вот этот пацан вот этот пацан наверное мы сделаем поскольку он 3 десло и 2 очка призыва мы сделаем ready play вот этот у него дальность 2 все нормально по 2 брони у него два кубика а еще у него дэш дэш это чё дэш это вместо атаки он может походить мы разбирали да да есть каиллоса все у меня больше никто стрелять не может никто не достает поэтому момент фаза давай а подожди вот этот призвал рафаэмана то ты заколебал накладил там своих вот этот пока не может ходить вот эти два сейчас надо центру эти захватывать и чувствует ходим хлоп этот вот сюда пошел вот эти двое пошли вот сюда все нет подожди уже разогнаться ничего ты мне надо дрынчиком убегать убегай там я сейчас тут панзеры настреляют у них дальность 2 тут сильно не убежишь но сколько он есть это почему убежишь при желании раз-два вот так сделаем вот этого подвинем к нему же а чтоб собака меня тут кусал она может допустить ну не да да вторую броню грызет она офигела что ну да нам может прыгнуть там за шею схватить раз-два вот сюда вот сюда хорошо хлоп и этот почему раз-два они тоже по тебе достреливают отсюда раз-два подиагоналишь можно один делать но они сначала постреляют а потом зайдут на точку да то есть ли под собаку подставляться либо под этих пацанов либо можешь нормально можете туда уйти куда нибудь да ну а смысл мне в этом не он на пробиваться колесо надо а вот этот ходит насколько тоже на два а а допустая собака стреляет на пусть смотри раз-два вот сюда раз-два это у нас туда стоял да все так раз-два раз-два собаку окружили еще мужики это всего лишь бобик хозяина убили тебя убью я буду мстить все ходи мне пожалуйста два очка два заскорим раз-два так я должен взять новую миссию раз сложно да и экшен новый это чтобы вся армия очень хорошо что собака сейчас газы пустит да не нормально самая веселая мы никак не можем показать тут есть газовая атака тут есть минные поля тут есть колючие проволоки а чё тут за тип с молотком чё он делает тип с молотком бьет по яйцам он короче хорош он типа твоего призывника он если находится в фазу расстановки ну фазу диплоя если он находится на стратегическом объекте он может прям туда высаживать это это как вот этот мой да и если в начале фазы диплоймента он находится на стратегическом объекте я получаю один дополнительный подожди ты но я хотел его вызвать раньше я поздно его увидел и оценив его возможности так сам по себе дед если честно не очень боевой ну а я очка призыва 2 заклёп его прятать надо да то есть мне пока что прикрыть его хотя ты мне тут вообще сдал позиции если честно собираешься издалека там я не хочу что ты убил моих мотоциклов пошел так ладно я могу на еду взять один экшен и шлёпнуть надо было вот сюда отступить ты пришел сюда я бы сразу мог атаковать а у них же а у них нет ну давай ходи взял экшен взял давай так смотри мы будем делать не ну тут к 1 2 3 плюс 4 да нет да ты проиграл сдавайся 4 панзера смотри чё чё мы делаем шестеренок все на числе кстати 2 1 2 потратил все очки призыва но собака кусается куда бака бывает кусачий только от жизни от жизни собачьей но этого него три броня им пофиг один сюда давай по второй броня нам у неё тогда сейчас посмотрим шею как вцепится этому моциклист нет не закусала хорошо движение на мотай все изи вообще по диагонали вот сюда вышел раз 2 хорошо вот так отбежал и зачем смотри эти пацаны заходят сюда пункт пункт обоссал пункт пункт в конце хода него ну да но я бы сказал что с флагом сделал короче теперь три да все я выиграл как ты выиграл шучу же смотри заход и смотри движение давай вот эти ребята пошли закончили ход на ней и пришли вот сюда это пошла на три раз двой раз два три тетка пришла сюда и играем такую карточку миссий иметь восемь пехотных юнитов и но man's land но man's land это я понимаю все кроме наших да да это серединка раз два три четыре пять шесть семь восемь два очка раз-два выполнил миссия сранец мелкий ну такая цель повезло если честно конец хода два очка еще за точки раз-два догоняй мой ход или к диплоймент карта карту что там аджасменты соседний соседний на джессе очень важно аджасмент аджасмент что ты там ржешь давай делай вещи это когда в комбат фаза подожди пока вы учите так у меня плюс 2 вот этих вот пипирки это восемь девать некуда четыре о может супер робота призвать нет мне нужно захватывать . не нужно просто держать позиции просто держать позиции просто держать позиции так техники у тебя не особо тебя дофига пехоты мы будем ее отстреливать давай райфл маны пришли давай вот так вместе да как скажешь можно и так можно и сяк все равно я победил по славу первую вот эта колесница у тебя герой если раз не суп не появится да это герой человечка заработаешь первая броня на 2 хп у меня вызываю еще одного пацана это такой чувак с гранатой в общем противотанковый 3 куба против 2 брони а так в принципе обычный ход и не может по этим по окопам бегать как сумасшедший обычный чувачок ходит довольно быстро по сравнению с другой пехотой да он бегает на 2 так да все так оставлять маунтейнер ну типа гурман тонир до или не горщик тонир может быть это мама маунтонир это ну маунт это может забраться и может ему а может быть это типа маунтонир типа заряд же молодец дима лишь маунт альпинист альпинист да маунт это типа вскарабкаться скарабкаться маунтейн это гора да маунт ту маунт глагол альпинист хорошо стрейфинг рамп комбат фас выберите две клетки на вот на поле они должны быть соседние друг другом я по делайте флэйт грит а там по всем да во всем вот эти две хочу пехоту короче героя да вот так так давай ну давай бабу первая броня два кубика первая броня 2 куба поехали одна рана а у нее две у нее две жизни так чё не дозвола пендра неким добить что теперь вот эти я настоял давай поехали вот этот пацан по первой броне отъехал вот это поехал нет но в любом случае по всем поэтому этаж специально есть ехал вот этот двойной его разорвало да отлично артиллерия сработал да это плохо мы ничего нечего там ручки свои тянуть так оба фаза дальше продолжается вот этот пацан дальность два раз два туда две атаки по два куба 2 броня две атаки по 2 куба но это все нет держись да поздно и вот это даже раз все это не ничего там нет хорошо так так генерал пистон ты же понимаешь что тебе нужно хотя бы одну точку меня отжать на этом ходу иначе на следующем побеждаю спокойно но тут как бы ну вот умрался ветер ну да я вам ту заберу дальше артиллерия 1 2 3 4 самок держись бобик даже держится хорош хорошая артиллерия у этих два у этих два нет значит вот этот остался вот у этого чувака дальность атаки 2 ну по первой броне у него счетом одним кубик 22 ну давай я не могу два раза подиагональными на стрелять плохо еще ты хотел в нее что ли обойдешься ты бесит на роликах катается да давай короче ей опять забыл увести я хотел ее увести месяц забыл так забыл тогда собаку держись да да что за живучий пёс у тебя достал у меня это и пса на самом деле зовут не бобика борис борис так теперь а вот этот призывает ходим ходи начинают в окопе раз-два забрал точку босы его флаг так вот этого он только призвал вот этот может ходить пришел сюда вот этот пришел вот сюда вот это пушка пришла вот сюда приехал что-то как-то очень много сил вокруг приехал сюда вот этот парниша он сколько у него ходьба 2 до ходьба да да ходьба ну вот так у него этот я понял давай тэнк шоу а он пытается задавить пса да не получилось расстрелять так пытается задавить да что он делает может только пехота эта пехота может становиться на клетке только с пехотой все юниты в этой клетке получают одну атаку а сколько мне кубов кидать ну обычная твоя атака по его броне а два кубика в руку если не убьет то собака в соседней от ползет а нет раздавил черт сказал намотаем бедный рэк на колеса проводит теперь вот эти двигаются стреляют два вот этот раз вот этот раз два на два ходит у меня парниша горный горный пар ниша но это раз она тупит тогда хотя бы стоять что он вместе с ним панец в следующий раз а следующего раз то не будет да не почему я может еще и захвачу вон ту на следующий ход у тебя будет 0 прибавка все может быть все тогда все походили хорошо так беру миссию так дай мне два этого два очка стоп а эта миссия у нас уже играла в этот ход брут да 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 у нас сброс короче там чуть перемешался то есть я другую беру беру другую да если такая же игра то вот эти бери их просто одинаковых не было не играла давай и карту экшена мотоциклы сочные мотоциклы все стреляем в мотоциклы очень сочные ты чё они же тебя раздавят на колеса намотают в жопу мотоциклы так а подруга стреляет на на один так у нас диплой 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 шестереночки себе начисли так сейчас сейчас я посмотрю кто у меня по дальности мне подходит range 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 2 две шестеренки нужны когда 6 только приходит а когда 4 две шестеренки не нужны одна кто у меня с хорошей дальности аааааа снайпер пора вызывать я егеря ёрвина кёнига почему тут еще снайпер есть да это мне стоит одну всего лишь шестеренку Три деплой очка. Где ты? Так, как ты там? Где твоя со снайперкой, чувак? Вот он. Вот сюда. Это же обычная пехота у тебя тут стоит, да? Да. Хорошо. И... Две атаки. Да. А, ну это шоу? Я выиграл. Опять. Так, еще один у меня остался, да? А сколько он уходит? На один, подожди. А че, ты хочешь два взять? Цель возьму. Цель. Ааа. Ну ты ее пока не знаешь, но... Я... Возможно, я ее не выполню, но вероятность крайне мала. Так, так, что мы на один призовем? А тут... Да, давай панзера одного призовем. Все, я понял. Погнали. Родальность три. А, ну все. Комбат. Снайпер стреляет вот по этим парням. Дальность подходит. Две атаки. Это герой, убей его и все. А это герой? Да. А, это герой. Да, тебе плюс одно очко и одно в конце. Все. Давай, можешь попробовать. А сколько у него хп? У кого? Одна осталась. А, так он уже в жопу ужаленный. Он в жопу ужаленный. А броня какая? Первая. Вторая. А, у него вторая броня, он не может его убить. А, yes. Вообще, у меня был другой план. Все, тогда давай сам. Тогда только вот это. Смотри, я могу сделать одну атаку сюда, а вторую сюда. Нет, все в одной. Выбирай все в одной. Все в одной, да. Вот, смотри, видишь, targets must be в одной и той же клетке. Все, я понял. Ну, тогда мне нужно сделать просто такую штуку, такую штуку опасную. Ты че такой опасный, а? Вообще, у него даже на 4, потому что у него баф, special, баф плюс один. То есть он может на 4 стрелять. Пожалуйста, стреляй этих птухов. Если я его выставлю вот сюда, то... А, нет, все равно не достеливаем до центра. Да, то есть... Ты только на 1, где баф. Раз, два, три. Ну, да. По диагонали ты только 1. Ладно, я все равно его хочу вот сюда выставить. Хорошо. Так, будем стрелять сюда. А, ну тут я по нему ничего не могу сделать. Да. Ты не можешь, у него 0. Блин, как хорошо. Почему ты их так раскидал, блин, как сопли? Ладно, давай, первая. Сопливые америкашки. Первая пошла. Давай. Сюда? Угу. А сколько? Два куба? Блин, а я не справлюсь с этой задачей. Ага, 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 ага. А, нет, нет, нормально, нормально. Давай, пошел первый. Не надо, блин. Умер. Ну все, снайдер твой отходил. Дальше. Убирай. Снайпер пострелял. Пострелял, хорошо, да. Так. Гибло, по-саметски зашло. Вот эти двое стреляют вот по этому. Чуть аккуратнее. А, по кому? По дальнему. Хорошо. Давай. Два кубика. Есть один. Ушел. Почему два? Ну, в смысле, я за каждого сразу. А, ты сразу. Сразу. Убирай. Два. Так, и... А, тебе троих надо убить, что ли? Да. Вот этот стреляет по этому. Да, ну не попадешь же. Тридцать три процента шанс. Ну, 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 ну. Нет. Повезло тебе. Аж разжалось все. Еще один ход. И все, на следующий ход мне нужно выбивать тебя оттуда. Не выбью жопа. Так, эти отстрелялись. Этот не стреляет. Что делает девчонка? У нее дальность, к сожалению, один. Если бы она достреливала. Бей мотоциклы. Мотоциклы, это броня два у них? Да. Плохо. А у этого вообще три, да? Да. Плохо. Так что, она еще, может, убьет мотоцикл за две-то атаки. Ну, давай, первый мотоцикл. Нет. И вторая атаков не может. Нет. That sucks. Тебе постреляли, постреляли, постреляли. Этот на три достреляет, и этот на три. Кто? Райфлмены на два стреляют? На два. Раз, два, да. То есть они до снайпера... Нет. А, вот он, тем более, не достреливает. Нет. Вот этот может попасть. О, артиллерия в шарах. Раз, два, три, четыре. Да. Артиллерия бахнет, по снайперу. Так что, можешь, уводи его. Он все равно далеко стреляет. Ходит он на... Один. Или на два. На один. На один. Ну, ему же надо разнаскироваться, пойти, потом опять занаскироваться. Так она его достанет вот здесь, вот так, в трех этих гексах. Сюда отступает. Или вот сюда. Потом он не проатакует. Почему, у него четыре дальность, чё ты? Паришься. У него три базовые плюс один. Он отсюда будет стрелять. Всё, я встал вот сюда. Он вот отсюда обстреливает. Шмалять. Да, да. Если там героя своего не уведёшь, хана ему, понял. Этот подошёл. О-о-о-о. Сейчас мы его застрелим. Ну, а чё ему? Ну, давай, чё ему терять. А-а-а, всё? Сейчас, сейчас, сейчас. Херовые миссии, конечно. У меня тоже две миссии, которые я никак не могу выполнить. Сейчас ещё экшен. Получается, у меня не ходила, во-первых, ещё, кстати, вот эта вот подруга. Ага. Какая? Вот эта подруга и вот эта. Давай-ка, наверное, мы зайдём вот так. Ещё и подруга, да? Да. Будем держать оборону. Так, один заскорил. Ну, что делать? Убивать всех. У меня одна артиллерия, да, осталась? Ну, пробуй убить всех. У неё один хп. Ну, да, чё. Тут сто процентов на два это артиллерия. Это сто процентов она всю клетку накрывает. Хотя у меня я могу вот этого робота призвать. А чё, давай. Давай. Да, давай. Давай. Вот это до свидания. Ты взял экшен, кстати? Взял. Смотри, у меня должно прийти две шестерёнки, но он стоит три, поэтому одну отбавь у меня. И я его себе беру. Без апгрейдов, потому что не хватает на апгрейды. И ставим его отсюда. У него же дальность хватает. Вот, ну так. У него дальности не хватает. А, у него рэпитосалки. Всё, отлично. Всё. Тогда всё окай. Диплоймент есть. Теперь комбат. Вызываем пацана, пока я не забыл. И теперь дальше поехали. Вот этот. А, ну, вот этот может стрелять. Стреляй. А, вот этот шмальнет сюда. Три куба. О, все три там. Просто все в голову. Готов. Вот этот теперь уже ни до кого не достаёт. Ну, давай. Вот это моя штуковина. Давай я расскажу хоть про неё, чё. Давай. Страус. Страус. Острич. Острич, страус. Третья броня у него. Четыре жизни. Два. На два он ходит. Дальность атака два. Но у него рэпитосалт два есть. Он иммунитет газу. И танк-шок у него. Это раздавить. У него две атаки. Первая атака по всей клетке. С три, два, один и так далее. И вторая одна атака, но только по бронированным целям. Ну, и за его убийство дают два победных очка. То есть, такая ценная цель. Ну, сложно его убить. Четыре хп это много. Да. Так. Ну, поехали. Я делаю рэпитосалт. Подхожу на один. И вот это своей атакой, которая по всей клетке, и по пехоте по три куба. Поехали. Вот тут. А, я же по каждому бью. Поехали. Вот этот чувак. До свидания. Вот этот чувак. Кто это, дожди? Ладно, давай. Вот этот чувак. До свидания. Вот этот чувак. Давай вначале чуваков, а потом уже готов. Жесть. И... Женщины. В полном расстрете сил. Нет. Discretion of the better part of Wailor. Короче, когда дружеский юнит получает урон, он вместо этого может отступить на одну клетку в сторону ближайшей теплой миндзоны. Хорошо. Отошел. Не даешь ты мне очки получить за убийство героя. Конечно, не дам. Ты сейчас два получишь. Один и у меня миссия убить. Три получишь сейчас. Раз, два, три. Ты бы победил, если бы ее убил. Да. У меня цель убить героя, и за нее я один. Ты думаешь, почему я просто так хочу убить? Понятно. Хайпа, подожди. У меня еще два мотоцикла. Убьешь, убьешь. Теперь два мотоцикла. Угу. Первый мотоцикл. У нее какая? Первая броня? У нее, блин, где ты? Ну, может, еще не убью. Первая, первая. Смотри, у него две атаки, поэтому я сразу кидаю два куба. Не убил. Вторая мотоцикл. Держись. Держись. Нет. Но. Один за нее. За то, что ее просто убили. Один за миссию. И два. Два получали, и я выиграю. Я был просто на волоске. В прошлый ты был на волоске. Если бы я убил третьего твоего пехотинца, я бы победил на прошлом ходу. Ну, вот так тут. Кубы. Вот такая. Но была бы напряженная партия. Да. Эта партия больше всего понравилась. Посмотрели далеко не все возможности. Да, здесь есть еще самолеты. Она реально, мне нравится, что она можно вот так подстроить. То есть ты располагаешь таким довольно большим ростером, если на это пошло. А с каждой партией ты их все будешь наизусть знать. Все будешь знать наизусть. И под каждую ситуацию будешь выбирать конкретного воина. Сколько сценариев, кстати, в книжке? Седневый. Десять восьмой. Десять. 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 Ну, нормально. Десять сценариев. Причем здесь есть сценарии... Вот, например, вот такая карта. Видишь? Тут какие-то... С топендиексом таким. Минные заграждения. У этого вот здесь. Деплой здесь. Да. Ну, это вот типа осады что-то, да? Типа вот, да. Есть четко миссии, где один защищается, другой атакует. У них даже разное количество очков на деплой. То есть, ну, они реально разные. Вот такая миссия есть. Шесть, один. Вон тут с кучей укреплений. То есть, миссии есть разные. Ну, как бы разнообразие есть. Ну, по впечатлениям... Быстрый такой скирмеш варгейм. С очень низким порогом вхождения. То есть, реально, можно новичка вообще сесть с человеком, который в настольные игры не очень знаком, да? Скажем так. И буквально за вечер научить его играть в эту игру. И получать удовольствие от этого. Она настраивается хорошо, что я уже сказал. Ну, кубы, как в любом... В любом варгейме, да? То есть, кубы многое решают. Вот там, видели эту ситуацию, да? То есть, просто, грубо говоря, один кубик мне бы зашел и победил бы я. Да. Все там. Вот. И тут тоже вот все решили кубики, но тактический элемент присутствует. Рандом еще плюс от карт. До выхода целей секретных. То есть, у меня была цель, ну, этот, сделать как раз-таки танковый вот этот шок. А! И причем за каждого, которого я таким образом задавлю, я получил бы победные очки. Вот. Но у меня вообще шансов не было ее выполнить. Может, и были. Но у тебя, во-первых, пехота так размазана была довольно-таки. То есть, по ситуациям. С другой стороны, мне повезло больше другие цели выполнять. Вот я собачкой забежал, да, на твою землю. Здесь собрал тоже много очков получил. Да, да. Вот за это. Ты больше контролировал точки. Ты прям так вырвался в этом. Я думаю, и что мне теперь делать? Только выбивать тебя. И повезло, что вот этого чипа обрызнул, он там всех уничтожил. Да, да. Вот это, блин, атака, конечно. Вот это просто. Если бы я эту... Ну, я держался до последнего. Тут, видишь, да, то есть у тебя, в принципе, позиции были лучше. Вот в плане контроля тактического. Но я за счет целей вырвался по очкам. Потому что собаку завел в твою территорию. Собрал вот здесь пехоту. Ну, вот единственная последняя не зашла, а так. Ну, блин, по количеству контента. Не знаю, конечно, за полную стоимость. Сколько там она? 500 баксов на кикстартере полная стоила. По-моему, что-то около того, да. Я, наверное, не взял. Весь фарш, короче, стоил. Ну, по ощущениям, 500 баксов, ну, это должно быть что-то прям вообще крышесносное. Я согласен. А так, я согласен с тем, что это вполне такая годная игра. Но она не срывает башню. То есть, в принципе, ну, нового здесь как такового ничего нет. Клевые миниатюры. Особенно мне вот эти вот понравились мужички на колесах. Ну, такие чиби-стайл они все. Здесь, да. Вот я тоже что хотел сказать про эту игру. Она, ну, звезд с неба не хватает. Это не шедевр. Где там вот глубокие механики. Единственное, здесь прикольная механика, это с вот этим позиционированием. То есть, если ты нападешь с этой стороны, то первого будет убирать отсюда. А если с этой, то будешь отсюда убирать. Первый. То есть, это как бы вот единственная такая миссия. Все остальное механики элементарнейшие. Просто элементарнейшие. Есть, кстати, карты actions, которые тебе позволяют, когда совершается атака на тебя, ты можешь их перегруппировать. Да, то есть, очень важно на самом деле позиционирование. Ну, вот в нашей партии это так видно не было, насколько важно позиционирование внутри конкретного квадрата. Но вообще оно есть. То есть, заложено в это в механике. Я думаю, да, вот мы с тобой обсуждали, это фишка типа. Да, вот это единственная механика. А все остальное, ну, они очень простые механики, очень быстро объясняется, очень легко играть. Станкар, я бы сказал, то есть, параметры классические. Если расценивать, грубо говоря, цена-качество, ну, я бы сказал, что она все-таки не стоит тех денег, которые за нее хотят разработчики. Ну, дорого все-таки. Но зато, кому нравятся вот миниатюрки... Ну, здесь много труда, на самом деле. Все эти вот скульпты, они такие проработанные довольно. Здесь даже, ну, казалось бы, обычная пехота, вот эти Райфлмены, их все равно несколько скульптов. Несколько, да, разных. Они, они вроде как бы и похожи, но у них все равно позы разные. Вот у этих, у моих даже, вон там шляпы отличаются, вон там шляпы разные. Разрисована одна. То есть, они... Даже вот в этом плане, да. Ну, опять же, это типичный Кум Минюрно. У нас есть база, которая обрезана по самой Небалуйся. И все, и весь самый Цимис, это все дополнения. Покупайте наши дополнения. Базу вообще там на пару партий хватит, чтобы вот так. Куча всяких дополнений. Есть самолеты. Там есть всякие прикольные герои, там типа... С отсылками, да. С отсылками Рокетмен. Тут даже есть свой местный этот. Какой-то жаба-мен, я не знаю, кто это такой. Какая-то девчонка. Угу. Вот. Роузи. Бэби-герл. Вот какая-то, это, школьница японская. С катаной. А, ну это классическая. Можно, кстати, из этого... Как это вот, блин? Слэшер назывался. А, может быть, да. Ну, Кулмилин, он любит такие штучки делать. Они даже в Замбициде у них такая. Да, есть у них герой. Ну, это поп-культура, она как бы везде. Да, и Ника Фьюри, я думаю, все знают. Находят в любых играх свое отражение. То есть вот такое. Ну, опять же, это все стоит денег. И... Ну, игра хорошая, мне понравилось. Как игра, она хорошая. Да, да. Особенно у нее плюс в том, что можно на четверых сыграть. Да, здесь можно сыграть. То есть обычно в Скирмешах на двоих, двойную, то есть в дуэльке. А здесь можно вчетвером, так что... Если, кстати, вам зайдет это видео, не забывайте там лайк, комментарий. Да, пишите, сыграть. Мы посмотрим по отдаче, может быть, и на четверых запишем партейку. Приведем Вову, он будет... Будет начинать и выигрывать. Начинать и выигрывать. Да. Все, ждем от вас обратной связи. Да, пишите, что вы думаете по этой игре. С вами был Филипп Денис, канал Твой Игровой. Ривитворс Истерн Фронт. Играйте в те игры, которые вам нравятся. Всем пока. Все там. Продолжение следует...